приветствую это канал максимадзе и мы возвращаемся в gta сан-андрасс дефайн тифэдиш да редко мы реально что-то стали снимать по ней видео игре ремастером этим gta 3 лиджи дефайн тифэдиш он уже исполнился год не так давно в этом месяце а мы до сих пор не прошли еще все это плохо надо бы надо бы скорее уже до пройти gta 3 сан-андрасс еще не допройдено у нас до сих пор богатаса gta 3 там вообще еще проходить с этим много по ней я реже все видео выпускаю так что наверное с этого дня буду выпускать видео по gta чаще чтобы побыстрее закончить ну и кстати нежданчик такой воскресенье видео на канале максимадзе ну это потому что я хотел я пытался снять это видео в пятницу но произошли какие-то проблемы в игра сильно лагала очень сильно лагал звук в общем было все отвратительно когда я начал второе задание там надо лететь в тот город за горами и этот город выглядел как пластилин тающий на солнце текстурки вообще не прогружались так и так я когда добрался туда я прервал съемку такое выкладывать на youtube нельзя и принялся заниматься разбираться в чем дело почему такие уже почему такие проблемы возникли почему почему действительно такого же раньше не было проверил компьютер на вирусы вирусов программа не обнаружила оптимизировал его через сиклинер почистил немного ну и вроде бы поправил сейчас вроде бы работает нормально короче говоря мы продолжаем на заброшенном аэродроме находиться и у нас и у нас следующее задание black project по-английски все пишут написано все остальное по-русски привет мой друг намасте мир тебе карл мой брат эй правда ты где я просто удостоверился что ты больше не работаешь на правительственного агента где же он кстати да не знаю я он как дьявол очень у тебя все хорошо там все просто великолепно скоротечно о моя жизнь пролетает также как у любого другого человека понятно тебя задрожал ты хоть понимаешь что делали таррена нет он говорит что мне положено знать только основе формат они не 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 две лжи не взаимо исключают друг друга ты же знаешь мы платим им за то чтобы они нам лгали разве мы разве этого хотели наши отцы основания хватит мой друг мы не одиноки да стань от меня что тут происходит все здесь происходит неужели ты не понял есть одно место которое даже на картах не нанесу поиск скоро отправляется он может объяснить все лучше чем я парень это просто переполнит и разорвет твой разум у нас есть работеночка ты поведешь машину а я все расскажу уточненностью тут и не пахнет и правда у нас есть план действий просто вперед и подожди я куда мистер правда хочет чтобы мы проникли в лабораторию зоны 69 и раздобыли для него какой-то там черный проект есть вход взрывостойких дверях их можно открыть на диспетчерской вышке тут прожектора есть вы задержитесь если вы задержите получем раст или расстреляете более двух охранников и так менялась взрывостойки двери закроются и будут патрулируют нас будут разыскивать много военнослужащих патрулируют эту местность и короче говоря нам надо снайп со снайперской винтовки их расстрелять наверное я не стал покупать броню ехать за ней потому что она всегда потому что она в любом случае заспауниться здесь эти военные имеют очень мощное оружие это м4 вот такая вот так возьмем бронежилет когда прожектор не будет попадать на нее ой так будем их расстреливать вот так вот снайперской винтовки вову сейчас нормально все да действительно походу поправил сейчас ничего не лагает даже вроде бы больше чем 30 кадров в секунду сейчас я сейчас я вижу 50 или 60 кадров но на записи скорее всего будет опять меньше так так боевая тревога не включена название до сих пор то что продолжаем расстреливать всех и снайперской винтовки ой меня кто-то у меня кажется заметили прожектор этот наверное меня увидел о чёрт все на эту вышку нам больше идти не надо так сейчас будет не сладко сейчас военные нас будут искать ой 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 один из них прям близко она ну здесь есть еще один проход в который можно пробраться прожектор опять меня заметил но уже все равно заметит он меня или нет режим готовности уже все равно включен на этой зоне включен на этой зоне так ладно вот через вот сюда можно пробраться так а вот и лаборатория здесь у нас несколькими военнослужащими тут патрулируется надо оружие на готове держать можно частично отключить внешнюю защиту что облегчит нам проход это простреливается а не или нет а нам туда я уже забыл просто как как тут проходить так близко не подходим двигаемся медленно будем наблюдать нас за картой обязательно надо наблюдать вот так вот так вот сейчас будут подходить сюда по одному отойдем чуть чуть подальше отойдем чуть чуть подальше вон там внизу ходит и там наверху есть миниган он нам может пригодиться запросто давайте возьмем броня нам не нужна у нас ее хватает пока что да я когда в пятницу пытался это видео записать тут реально звук лагал в этом месте звук лагал сильно тревога это лагала короче вообще полная жопа было это невозможно было проходить ой они очень больно стреляют то много сносит давай 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 подходите еще так еще подойдут предлагаю залезть наверх и уже взять броню вообще-то я не хотел залезать на эти ящики но сейчас давайте все таки возьмем броню монитор кстати не сломается нет не сломается так карта показывает что сверху где то есть военный но я что то его не а вон он ходит теперь теперь его нет так здесь под этой фигней есть сердечки броня но у нас они все есть пока не нужны давайте приманим их сюда давайте приманим их сюда и и последний еще где то дам так мы сейчас я думаю мы сходим к возьмем то сердечки броню что там еще будут военные сейчас на спуске залезает и мы и 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 На, тут еще есть брони Давай ключ в себя Никакую, кстати, защиту Мы не выключили Не знаю На что она влияет особо Так, нарушитель пытается Добраться до секретных Наработок Убейте его Я еще и ученого Случайно убил Так, вот здесь надо На чеку прям быть Тут военные Тут много военных на лестнице Убейте его Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Взорвут эту самую наработку... откуда у меня это оружие у меня было другое меж папа был короче на этой штуке можно летать причем куда угодно и сколько угодно но текстурки но не прогружаются быстро там то вообще не прогулок когда я пятницу снимал вообще не про не прогружались корр уезжается ты должен спрятать в очень надежность я поехал желаю добраться но эй неужели ты не мог подбросить меня ладно мотоцикл хоть есть возвращаемся на аэродром там будет еще задание которое мы выполним и на сегодня закончим а следующей серии поедем в санфера будем будем дальше продвигать бизнес в гараже а блин м преступников стрелять стрелять а и полин больно карл это правда мы должны встретиться с судьбой чувак буквально через пять минут ты где на старом заброшенном аэродроме где мы прошлый раз встречались грин гу ну и где же он ем и бухгалтер о-о-о-о тихо тихо новая эпоха началась у ты чё не все фантастические вещи являются ложек сегодня мы узнаем все я могу и подождать я слышал что знания в этой части света как важны я пробовал но у меня не получается нормально с этой штукой может у тебя получится приземлись на пояс и убей охранников скрой ящик кое-что укради там да так что же именно украсить не знаю а да ладно не знает я уже начал думать что ты просто без как это не знаю ты украдешь ответ на этот сам вопрос бери джет пак отправляйся на поезд избери то что они меньше всего хотели бы тебе отдать они уже близко слышишь но лучше разойтись кстати хочу кое-что вам показать как снять эту штуку мы можем зайти не затем то есть не можем хорошо тогда пока тогда покажу это в конце а нам в ту сторону надоем и я что-то короче за слоу по тел джет пак этот всегда будет сохраняться теперь на нашем аэродроме можно убрать и куда угодно ним на нем лететь к сожалению его в любом месте нельзя сохранять когда мы его снимем он будет лежать какое-то время на земле а потом пропадет а вот кстати тот город к про который я говорил что он таял как пластилин но сейчас все нормально он все домики прогружаются и что с погодой почему она такая желтая кстати говоря этот город вас это город лас-вентурас и уже совсем скоро мы на него отправимся мы в него отправимся буквально через парочку серий через одну блин сложно одновременно лететь ай больно сложно одновременно лететь и стрелять так убил одного так но фиг они меня на такой высоте убьют так на другой стороне встретить до стрелять полете реально очень тяжело ой 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 они уже почти месяц еще снесли блин зачем я так близко к ним подходил так ладно чик чик попробуем по-другому попробуем сесть и на поезд отсюда может быть так будет полегче так этот ящик пуст немножко сложновато наводить прицел когда поезд вот так вот поворачивается так все он сдох а тут под нами нет военных не нет это тоже пуст но здесь в этой миссии никогда нельзя угадать ящик здесь обязательно он только с третьей попытки будет верить верным ящики тут ой 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 блин это это катастрофически неудобно титака им этим управлять неудобно вот тупицы полицейские так я что то не вижу его есть там военные линии есть есть а и откуда вот так вот так все украли мы эту штуку полетели отсюда полетели отсюда полетели вот в 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 что за слизь теперь будет этот недвижимость на приносить доход до 10 тысяч собственно говоря задания в пустыне закончились и в следующей серии ах да надо же показать вам следующей серии мы поедем обратно в санфер и будем там продлить продвигать бизнес в гараже короче вы наверняка заметили вот в ремастере вот что окна во многих зданиях и там можно увидеть что там типа находится что-то за этими окнами и вот эти окна вот вот видите дверь сюда и окна дать давайте зайдем туда и вот мы сошли вот те самые окна но почему-то за ними помещение тоже они улица что это за недосмотр такой это уже слишком товарищи я не помню показывал ли я вам в прошлом выпуске это или нет ну поэтому покажу на всякий случай еще раз но на сегодня все с подписывайтесь на мой стриминский канал субтитры вконтакте и всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok